В эфире «Выход света» и я, Матвей Мельников, приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. И прямо сейчас для вас вся самая интересная информация о значимых событиях. Будь защитником надежным, силой духа восхищай, все, что было невозможно, непременно воплощай. Телеканал «Каскад» и программа «Бузельник Шоу» от всего сердца поздравляет всех мужчин с наступающим 23 февраля. С Днем Защитника Отечества! И от слов сразу к делу. Всех приглашаем в День Защитника Отечества на форт номер 11 Дион Хоу. Все четыре выходных дня с 23 по 26 февраля экскурсии каждый час в 11.00, 12, 13.00, 14, 15, 16 и в 17.00. Приезжайте к началу любого часа и побойдете на интереснейшую экскурсию. 23 февраля – день из жизни бойцов Красной Армии в феврале 1945 года. 24 февраля – противостояние. Две армии – одна история. 25 февраля – организация бойцами Красной Армии пункты связи на захваченном форте. 26 февраля – инженерно-разведывательная операция времен Афганской войны. Все праздничные дни на территории форта Дион Хоу работают полевая кухня, кофейня, тир. А знаете ли вы, дорогие зрители, что каждый цвет имеет свое воздействие на психику и в нем заложен свой символ? Зная особенности каждого цвета, можно сформировать определенный образ, вызвать определенные эмоции, ассоциации. И 23 февраля в 17.00 в театре эстрады «Янтарь-Холл» мы предлагаем вам погрузиться в магию цвета посредством великолепной хореографии и мастерства спортсменов. Невероятных воздушных акробатов, про цвет, уникальный и не имеющий аналогов при Балтике шоу и ни с чем не сравнимое представление. Это сочетание захватывающих дух акробатических трюков, музыки и танца, а также удивительных сценических решений. Воздушные гимнасты продемонстрируют бесстрашие, силу и ловкость, невероятные трюки, бесстраховки и умопомрачительную пластику. Один из самых вкусных и веселых праздников в году – это, правильно, масленица. И она со своими блинами уже не за горами. Приглашаем всех жителей и гостей области проводить зиму и встретить весну вместе. А сделать это можно будет 25 и 26 февраля с 12.00 до 16.00 на празднике масленицы на площади перед «Янтарь-Холл». Вас ждут исконно русские масленичные развлечения и потехи, выступления творческих коллективов, театрализованные представления, народные забавы, ремесленная и, конечно же, гастрономическая ярмарка. Организаторы приготовили для гостей настоящие деревенские масленичные лакомства и угощения – чай из самоваров и румяные блины. 26 февраля в 12.00 Калининградский зоопарк приглашает также на масленицу. В программе первый и единственный в своем роде чемпионат города по многочего деланию. Метлометанию, канатотяганию, винникомаханию, подушка-побиванию, лукострелянью и хороводогулянью. Учтите, каждый сможет стать чемпионом по прутозагибанию и гиреподбрасыванию в личном зачете. Морально поддерживать участников чемпионата будут многочисленные певческие и танцевальные коллективы. Также вы увидите команда КВН «Уездный город», РК «Резиденция королей», четверг, 23 февраля, 20.00, тур 2017, чемпионов высшей лиги 2002-го команды КВН «Уездный город». Севастопольская мелодия, театр эстрады «Яндарь-Холл», пятница, 24 февраля, 19.00, оперета «Севастопольская мелодия» будет представлена в исполнении солистов и концертного духового оркестра «Калининградской филармонии» имени Светланова, артистов Калининградских театров. Музыкальное шоу «Хиты Бродвея» «Великий Гершвин» в Калининградский областной музыкальный театр «Пятница», 24 февраля, 19.00. В хитах «Бродвея» прозвучат лучшие песни бродвейских мюзиклов, написанные величайшим американским композитором 20-го века Джорджем Гершвином. Вечеринка комедии «Калининград» Дмитрий Грачев и 2014 РК «Резиденция Королей», суббота, 25 февраля, 20.00. Но прямо сейчас предлагаю всем зрителям разделить одну и ту же мечту и узнать всю прелесть от 24 кадров в секунду и насладиться кратким обзором кино. Бедный Митя влип по полной. Случайно сделал предложение, а отец девушки как будто только этого и ждал. Тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, а да только Митя уже женат. Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса, с которой они уже давно живут, циничная особа. И за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс – предъявить первую попавшуюся невесту. Но кто же знал, что у нее имеется настоящий жених – местный качок. Окончательно все запутывается. Когда разруливать ситуацию, берутся бывшие одноклассники Мити. Подкаблучник Паша и аферист Гарик. Получим деньги, решим все наши финансовые проблемы. Американские военные направлены в Китай для добычи мощного оружия. По прибытии на место назначения они застают китайский народ за спешным строительством огромной стены, возвышающейся на несколько десятков метров. Официально озвученной версией стала защита от нападения монгольских орд. Военные представляются торговцами, прибывшие в Китай для покупки товара. Однако им не верят, принимая за наемных разведчиков и заключают под стражу. На ночь американцам открывается настоящее предназначение гигантской стены. Китайский народ подвержен нападению армии жутким монстром. Если вторжение не остановить, мир будет уничтожен. Как говорил Михаил Булгаков, все, что не происходит, всегда так, как нужно. И только к лучшему. Желаю, чтобы с вами случались только лучшие события в жизни. Всем говорю, до новых встреч. С вами был Матвей Мельников. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»